всем привет с вами макс гюнтер мы продолжаем играть long dark и сегодня мы продолжим собственно наше путешествие продолжим переносить наши вещички в домик туриста так легкая усталость легкий голод 8 часов дневного времени хорошо мы прожили уже всего два дня получается да и 40 41 начинаю потому что 43 не считается как ну сорок второй полностью пройдет а уже потом пойдет 44 то есть ну вы поняли так хорошо идем туда единственно где нам потом переночевать этот вопрос на миллион возможно мы вернемся в эти трейлера и вернемся сюда не знаю потому что насколько я помню до домика туриста не будет таких особых мест чтобы можно было нормально отдохнуть безопасным месте либо можно сейчас сходить отраспаться а потом пойти весь день не знаю посмотрим подумать так не тратить целых 7 часов на то чтобы поспать не знаю мне кажется надо идти все-таки туда и если понадобится проводить ночь на собственно улице предыдущей серии мы уже часть вещей отнесли оставили сразу после тех вагончиков в рюкзачке там труб и в общем рядом с ними рюкзачок мы там все собственно поставили пооставляли вот так с опять идет переход опаснейший то есть на может ли он его болит цвета не лазится на счет дело что нас немножко как это попугать 7 часов дневного, у нас очень большая усталость, несчастных очень мало, может нам сварганить костерчик, как бы у нас. У нас сварганит бревен. Просто я хотел, может быть, сделать все кофейку и там им перебиться на время. Так-то, может быть, мы и донесем, кстати, что у нас есть. Прямо сразу додумаем, потому что у нас сейчас соковес 36 кило. О, по-моему, там как раз-таки нет, оно не будет побольше, чем 4 кило, это точно, да? Так, давайте что-нибудь, наверное, сожрем. У нас голод на середине, сухость. Так, помечем. И запиваем водичку. Клоусть. Хорошо. Хорошо. Какие-то бревна, не знаю, вот это как-то не видно, да, ничего, к сожалению. Так, отлично, тут есть еще здоровенное такое бревно. Сейчас мы разломаем и наделаем себе кофе, если оно, конечно, у нас в этом, среди этих вещей, надеюсь, да, отлично, 21 часа можно сделать, сделаем сразу побольше и, я думаю, закачавшись и пойдем дальше. Такс. Баночка кофе. Вообще, в принципе, мы могли бы поспать, да, то есть поспать, допустим, часа три, потом утром или сейчас сразу выпить две часы, чтобы быстрее у нас пошел процесс отдыха. Пока костер горит, то почему бы и нет, да? Тут вот закрытая территория, как бы мы должны, если сильно похолодает, ветер, по крайней мере, не должен нас. Ну, я побоюсь вас огорчить и себя с него, но у нас спальник остался в другом, в другом месте. Да, давай все-таки готовить кофе. Я думаю, чашек, чашек пять сделаем. Так, две, три. Четыре. Пять. Может, давайте десять, или хотя бы шесть давайте, а что так быстро время-то пошло? Почему? Ветер поднялся, что ли? Теперь мы что-то приготовили пожрать. Стремно. Ладно, давайте попьем. Отлично, мы практически восстановили свое. Почему он, неинтересно, почему он так быстро сгорел? Вроде как-то там много было, но не знаю. Может ли что-то просмотрел, или может какой-то баг, неважно. Главное, мы отдохнули и полны сил. У нас даже появился опять сприн. Всего три килограмма преврос. Единственное, по-моему, все он пробегает промедленно. Мне кажется, что кофе, оно пусть и немножко прибавляет сил, но все равно, как бы, усталость дает о себе знать. Ладно, давайте пошевеливаться. Там у нас уже есть спальня, поэтому можем, допустим, разжечь опять этот же костер где-нибудь. А по-моему, нельзя, да, разводить? К этому я не уверен. Так. Кадры в норме, 12 градусов тепла ощущаем. Сильный ветер, да? Кадры в норме. Так. И наши пожитки целых 15 кило. Это достаточно много, да? Ну, давайте попробуем все это перетащить. 15 кило у нас перегрузка получается. Попробуем, почему бы нет. Березовую, короче, я не припоминаю, чтобы я ее собирал. Там, кстати, дофига бревен, но что-то у меня как-то не хочется дойти, потому что мне вот сейчас дойти бы до места, где можно поспать, и потом все. Ну, в 3 часа немного времени все осталось. Мне кажется, даже при всем желании мы, скорее всего, не успеем дойти до домика туриста. Хотя, все-таки, мне кажется, не успеем. 3 часа точно мало. Нам бы сейчас лучше найти где-нибудь место для ночлега. Это было бы оптимальным выходом. במ� Gedanken. Замерка. Посκ globация. Дашаillah как тут нет. Да-да,ippс flow. Не прочía. Да, хорошо. Через это ягод. Не Praёб. Подambливания. Понятую шляху. А, вернемся? Так, ладненько, пойдемте давайте вагон уходим. Так, вот, видите, устало среднее. Послушайте, мне казалось, что какой-то из них был астровик, нет? Так, хорошо, можно ли тут разводить костер, сколько уже ощущаем тепла, девять, отлично, тут можно разводить костер, интересно, есть ли тут место подходящее для этого дела? Неужели нету? Ага, это печально. Хорошо, если тут место, допустим, под спальник, было бы хотя бы неплохо в таком случае. Да ладно, серьезно? Блин, а ну потому что я тоже? Хе-хе-хе, черт, это плохо. О, подставил мне это место галимое. Я на него рассчитывал. Медрину уже с запаром синей, как раздражающей. Медрину уже с запаром синей, как раздражающе. Медрину уже с запаром синей, как раздражающе. Медрин там входит. Конечно, мы можем просто где-нибудь найти место, и по-моему, в переходе как раз таки есть такое место. зверек или что это такое это просто нет деревянка казалось как-то зверек стал задней лапы такой типа принюхивается или высматривать что-то можем просто бы в том туннеле что там пещера расположиться разжечь костер и собственно грейс спать ночью прикольно кольца желтые главное что тут не было уходом оними совсем ни к чему по моему нам все таки идти куда-то правее нет он нужно прям по мосту лице один час все менее одного часа нужно поторапливать иначе мы используем эти дороги правильно так давать возвращаться к мосту у нас почти что 20 даже уже 20 почти ну там без одного кило 20 его перегруза достаточно было много а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пускай они будут ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Температура пока не беспокоит ДимаTorzok 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 сейчас очень неплохая видимостью но что по сути не особо и страшно что у нас тратится выносливость так-то ночью вполне можно жить твою мать все я пустой чем я вас не поздравляю себя одна тварь до нашлась а все патронов больше нет придется следующий или в этом серии тим на электро на эту на под на плотину или как она твою мать пошел нахер еще один давайте до 1 ебаный блять не хочу брать я слишком много пережил что так легко сдохнуть блять еще один нет блять пидорас все вот и кончились мои страдания в режиме сталкер вы начали играть с отрядная долина и погибли в загадочном озеро вы выжили в течение 42 дней 4 часов 28 минут 42 дня мы прожили вы умерли от потери крови после схватки с волками 65 исследованных местоположений 40 процентов степень изученности мира 462 часа прободрость 560 часов отдыха 700 ну в общем понятно какая разная статистика сколько калорий сколько волков сколько предметов блин то конечно немного жаль но такова таков собственно этот режим возможно нам повезет больше когда мы допустим будем играть сюжетный режим вот ну или когда мы допустим попробуем еще раз поиграть ой режим выживания да немножко расстроился так давно так долго мы к этому шли но тем не менее то что мы то что я сделал я как бы доволен остался тем что я сделал не знаю какую игрушку возьмем мы до выхода black dev посмотрим посмотрим есть на примете парочку игр на уживание вот на этом все оставляйте комментарии если вам понравилось данное видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал на ютубе вступайте в группу вконтакте с вами был макс гинтер всем пока на ютубе